Месторождение золота на Урале На Урале впервые в России из нетр было добыто золото. Это было в 1747 году в верховьях реки Пышмы на реке Березовке, в десяти километрах к северу от Екатеринбурга. Там девятилетняя девочка, играя в песке, обнаружила золотинки. И последующие поиски привели к открытию там крупного золоторудного месторождения. Начавшись в 1747 году, на этом месторождении и в настоящее время производится добыча золота. Золоторудные месторождения двух типов. Коренные, когда золото в крепких породах добывается. И рассыпные, когда месторождение золота располагается в долинах рек на дне или в террасах долин рек. Коренные месторождения золота на Урале имеются на всем протяжении Урала на его восточном склоне. В Оренбургской области – это Каменское месторождение. В Челябинской области – Качкарское месторождение. В Башкортостане – месторождение Муртыкты. И в Свердловской области – месторождение Березовское. И месторождение около города Краснокамска. На Полярном Урале – новогоднее манто – месторождение. Месторождение коренные золота представляет из себя с трудом видимые очень мелкие зерна, а иногда и невидимые простым глазом, только под лупой или под микроскопом видны эти зерна. В кварце, в барите, в карбонатах и других минералах. Золоторудные жилы располагаются чаще всего в зонах разрывных нарушений или в верхних частях интрузивных массивов – гранитов, диоритов. Образовались золоторудные месторождения из горячих паров и водных растворов при внедрении в земную кору магматических расплавов, образовавших интрузивные тела гранитов и диоритов. Рассыпные месторождения располагаются в долинах рек. Обычно, когда разрушаются коренные месторождения, в обломочном материале зерна золота освобождаются и поверхностными водными потоками переносятся. Причем, поскольку они более тяжелые, они всегда на самом дне морском отлагаются, особенно там, где течение замедляется и зерна осаждаются на дне. И там выделяются месторождения русловые непосредственно на дне и террасовые на террасах, которые располагаются по бокам долин рек. Такие месторождения рассыпные имеются в долинах рек Миаса, Пышмы, Тагила и других рек, стыкающих по восточному склону с Уральского хребта. На Среднем Урале в зоне платиноносных ультраосновных пород передатитов золото сопровождается платиной. И там, на Среднем Урале, к северу от Тагила, обычно в рассыпях содержится и платина, и золото совместно. Имеются такие рассыпи золота и платины на Южном Урале. Это к северу от Сибая, где рассыпи известны в связи с небольшими интрузиями диоритов. Я присутствовал там однажды на промывке золота. Золото обычно рассыпном и добывается гидравликами. Рассыпь, в котором есть золото, размывается из гидравлика. И это мутный поток спускается по доскам, в которых набиты поперечные доски. И золотинки осаждаются на этих поперечных досках. Вот при мне были извлечения золота. Ну, такие самые крупные старака, например, были золотинки. Это было вот к северу от Сибая, километров северо-запад, километров 15. Ну, и в Баймакском районе, в долине реки Баймак, рост сепи золота имеется, начиная от Тубинска, Баймак, Бурибай и до впадения реки Тонолык в реку Урал. Тоже везде имеется рост сепи золота. В настоящее время коренные месторождения эксплуатируются в Оренбургской области. Месторождение Муртыкты, к северу Тучалов. Есть хребет такой Муртыкты, и в основании этого хребта залегает рудоносный горизонт, в котором золото присутствует в мелких кварцевых прожилках. Месторождение Муртыкты сейчас эксплуатируется, на нем осуществляется кучное ущелачивание, то есть золотосодержащая порода сгребается в кучи и сверху кислотные воды, которые растворяют зерна других минералов и золото осаждается в них. Такое кучное ущелачивание осуществляется в Свердловской области, это к северу от Свердловска в 100 километров, и на Полярном Урале на месторождении новогодние. Общее золото, добыча золота на Урале в настоящее время на всем Урале составляет около 5 тонн в год. То есть Урал, несмотря на то, что он был самым первым регионом в России, где началось золото, и он по-прежнему дает стране ежегодно около 5 тонн золота, включая все эксплуатированные месторождения и коренные, и рассыпные на Урале. Но промышленным содержанием золота считается в коренных месторождениях порядка 2-3 грамм на тонну, а в рассыпных месторождениях начиная со 100 миллиграмм на кубометр. Кроме того, золото извлекается и других типов месторождений, в частности из медно-колчеданных руд. Золото добывается больше, чем в самих золоторудных месторождениях. Но золото в колчеданных рудах извлекается уже на стадии электролиза меди. Уже из меди при электролизе золото осаждается. Вот таким образом на Урале золото извлекается из золоторудных и других месторождений, особенно медно-колчеданных. Постоянно на золоторудных предприятиях Урала занято несколько тысяч человек. Но наиболее перспективными участками на золото являются верхняя часть и периферия гранитных массивов. Вот, например, над Шарташским гранитным массивом на Урале располагается березовское месторождение, причем над этим массивом в перекрывающих породах несколько тысяч золоторудных жил установлено уже. И также золоторудное месторождение установлено на других гранитных массивах Мугаджарского, допустим, и Верхесецкого, и других. Известными геологами, рудниками на Урале были Трифонов в прошлом веке и известный геолог Василий Павлович Хрыпов, ныне живущий, внесший большой вклад в открытие и разработку золоторудных месторождений на Урале. Вот, участками над Шарташским гранитным массивом на Березовском золоторудном месторождении установлены тысячи золоторудных жил. И на Урале, особенно в Мияском районе, обнаружены самые большие в России самородки золота. Вот, например, самородок змея или самородок коралл. Самый большой самородок был найден в Мияском районе 13 килограмм. И следует отметить, что в Мияском районе это самое большое количество рассыпей и самые богатые рассыпи. В прошлом, в XIX веке, одно из месторождений Мияского района посетил царь Александр II. Он сам приехал на месторождение и, взявши лопату, занимался перелопачиванием рассыпей. И лично обнаружил несколько грамм золота. На этом месте сейчас сооружен гранитный столб в честь посещения царя Александра золотых рассыпей в Мияском районе Урала. Самый большой самородок золота на Урале обнаружил Илья Пальцев и назвали его «Лосиное ухо». Вадим Николаевич Хрыпов, руководивший поисками и разведкой золоторудных месторождений в Уральском геологическом управлении, позднее открыл крупное Воронцовское золоторудное месторождение. В настоящее время Воронцовское месторождение, открытое Хрыповым, находится в эксплуатации, отрабатывается обширным карьером. Воронцовское золоторудное месторождение,